Здравствуйте, мы приборостроители из Санкт-Петербурга, представляем Институт аналитического приборостроения Российской Академии Наук. Меня зовут Зайцева Анна Юрьевна, я руководитель лаборатории медико-аналитических методов и приборов. Как приборостроительная организация мы занимаемся разработкой и производством аналитических приборов. Большим направлением нашей работы являются приборы по генетическим исследованиям, секвенаторы, расшифровка ДНК. Также институт занимается разработкой масс-спектрометров приборов для анализа газовых сред. Также моя, в частности, лаборатория занимается разработкой носимых датчиков, носимых устройств. Одной из примеров нашей разработки является представленная здесь система медицинского мониторинга военнослужащего, которая позволяет определять функциональное состояние в режиме реального времени и передавать информацию на пункт командующего подразделениям либо медицинского работника о состоянии военнослужащего. В Институте аналитического приборостроения разработана система медицинского мониторинга военнослужащего. Миниатюрные оптические датчики видимого и ближнего инфракрасного диапазона длинвол показывают обратное рассеяние от биологических тканей, пересчитывают его в физиологические параметры, которые понятны нам всем. Данный прибор рассчитывает, производит ранжирование функционального состояния военнослужащего по категориям «всё в порядке», не штатная ситуация, а также ситуация, требующая внимания, и переносит эти данные на планшет командующего подразделения либо медицинскому работнику. Также данное устройство может использоваться в гражданских целях, например, в спортивных учреждениях, в детских и оздоровительных учреждениях. Также конкретно эти датчики сейчас находятся в центре реабилитации после перенесённых сердечно-сосудистых заболеваний и смотрят процесс реабилитации больных после аортокоронарного шутирования, перенесённых инфарктов, инсультов. Очень удобная экспрессная диагностика, которая может заменить массивные дорогостоящие импортные медицинские комплексы. Продолжение следует...